Сегодня я хочу показать вам, как я работаю с панелью Tabs в Adobe Illustrator и как можно сделать таблицу и выровнять текст по столбцам с помощью табуляции. Сперва-наперво нужно напечатать текст, он у меня заготовлен заранее. Далее нужно вызвать панель Tabs. Открыть его можно двумя способами. Первый горячими клавишами Ctrl-Shift-T и второй Windows-Type-Tabs. Я беру мой текст, подгоняю рамку под нужные мне размеры будущей таблицы и чтобы соединить линейку с моим текстом, я нажимаю на значок магнита. И она автоматически подстраивается в нужное место под нужные размеры. Далее мне нужно включить скрытые символы в тексте, чтобы расставить табы и ничего не пропустить. Type-Show Hidden Characters. Далее я расставляю табы там, где должны быть столбцы между столбцами. После этого мне нужно расставить табы на линейке с помощью стрелочек. Я выделяю выравнивание по левому краю, изначально будет так, и расставляю столбцы примерно, где они должны находиться. Стрелочки эти можно двигать, и, соответственно, столбцы будут также сдвигаться. Можно делать это вручную на линейке. Также можно задать числовое значение в окошко Х. Пусть будет первый столбец 10 пикселей и выравнивание по левому краю. Второй столбец я выравниваю по центру, третий также выравниваю по центру. И подбираем оптимальное значение, где они будут стоять. Также столбец можно выравнивать по правому краю, либо по определенному символу. Обычно выравнивают по десятичным дробям. Давайте я вам покажу на примере второго столбца, как можно выравнивать, допустим, по дефису. Вот, видно. Столбцы, где присутствуют строки, где присутствует дефис, выравнены именно по нему. И так можно сделать с любым символом, например, с процентом, с единицей. Где единица присутствует, они выравнены по этому числу, где нет, просто по правому краю. Мне это не надо, поэтому я возвращаю все обратно и выравниваю по центру. Также есть одна интересная функция. Называется отточие. Можно заполнить строки любым символом. Обычно заполняют точками. Наподобие меню. Можно поставить точку, можно поставить точку и пробел, чтобы увеличить расстояние между ними. Два пробела. И получить такие вот строки. Также можно редактировать. Например, поставить шрифт поменьше, поменять цвет. Или, допустим, на верхней строке сделать шрифт тоньше, меньше и также поменять цвет. Можно регулировать как целиком всю табличку, так и какие-то конкретные ее строки. То есть, например, у нас есть третий столбец. Он отрегулирован по центру. Но, допустим, я хочу, чтобы именно средняя строка была отрегулирована по левому краю. И я делаю выравнивание по левому краю. Она автоматически сдвигается. Можно выделить по правому или, как все, по центру. Чтобы регулировать полностью таблицу, просто выделяем таблицу. И регулируем уже каждый столбец по отдельности. Я оформила свою таблицу в небольшой баннер для сайта. Однако, вариантов использования этой функции очень много. Это и баннеры, и инфографика, меню, прайсы. Также может использоваться в печатной продукции, такой как флайеры, листовки и прочее. Надеюсь, это видео было полезно для вас. Благодарю за просмотр. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...